Всем привет! Меня зовут Артем Бухановский и это рубрика есть идея. Остался со вчерашнего дня картофель и не знаете что с ним делать? Тогда держите рецепт. Перекладываем картофель в глубокую пиалу, а как раз холодный вчерашний картофель и разминаем его. Делаем такое некое пюре. Тщательно разомните. Картофель очень быстро, видите, превратился в пюре. Далее добавляем к нашему картофелю два желтка, а белочки отделяем также в глубокую пиалу. Мы их будем с вами взбивать. Белок отдельно. Желточки к пюре. Это блюдо называется картофельные оладьи. Они действительно по составу очень похожи на оладьи, но только готовятся из картофеля. Все, мы с вами отделили желтки от белков. Теперь белки нужно тщательно взбить в густую пену. Воспользуемся миксером, либо блендером и взбиваем белок. Взбитый белок даст хороший подъем и пышность. Так, готово. Посмотрите, какая густая получилась у нас, видите, масса. Теперь можно включать конфорки на максимальный огонь, пускай они разогреются, пока без масла. Вливаем в картофель молоко. Далее все это тщательно размешиваем. Сейчас можно добавить уже соль. Соль добавляем по вкусу. Так, далее всыпаем муку. Точно так же сейчас перемешиваем все это с мукой. И вот теперь добавляем взбитые белки и аккуратно снизу вверх мы начинаем все это перемешивать в однородную консистенцию. Взбитый белок даст пышность. Так что нам не придется добавлять соду. И вот аккуратненько, чтобы не разрушить структуру белка, перемешиваем. Тесто для картофельных оладьев уже готово. Теперь пока сковорода у нас нагревается, мы можем с вами подготовить остальные ингредиенты. Мы будем использовать помидор и бекон. У помидора вырезаем место там, где была плодоножка и нарезаем достаточно крупным и толстым кругляшком. Кожицу мы с вами удалять не будем. Как раз таки она у нас будет держать форму нашего томата. И вливаем обычное растительное масло. Совсем немножко. Сейчас здесь будем обжаривать томаты. Все. Томаты у нас с вами, когда обжарятся, натуральные сахара закарамелизируются и появится такой легкий сладковатый привкус. И томаты заиграют совсем по-другому. Точно так же добавим немного масла на сковороду, где будем обжаривать наши картофельные оладьи. И теперь с помощью ложечки выкладываем вот таким вот образом. Такие вот оладушки. И обжариваем их до золотисто-румяного цвета с каждой стороны. Отлично. Далее к томатам уже можно отправлять бекон. Я взял сырокопченый, он будет очень ароматный после обжаривания. Чем дольше вы будете жарить бекон, тем соленее он у вас будет. Томаты можно перевернуть. И бекончик отправляем обратно в тарелку. Его мы будем использовать чуть позже. И проверяем, как наши оладушки поджарятся. Супер, отлично. Посмотрите, какой у нас красивый цвет. Видите? И самое главное, есть та самая легкость и пышность, которую я вам обещал. Ну что ж, у нас практически все с вами готово. И сейчас как раз таки можно приступить к этапу оформления. Итак, выкладываем первый наш оладушек. Далее кладем вот такой, смотрите, обжаренный подпеченый томат. Далее бекончик. Пускай немножко торчит. Отлично. После выкладываем опять же наш оладушек. Опять бекон и томат. Смотрите, какой замечательный, прям поджаристый и очень ароматный получился у нас томат. И выкладываем последний наш оладушек. После чего можно добавить немного зелени, вот таким вот образом, прям сверху. Вот такой вот пучок. У нас здесь петрушка и укроп, которые придадут великолепный аромат. И все, картофельные оладья с обжаренными томатами и беконом полностью готовы. Подписывайтесь на наши социальные сети и не пропускайте новые рецепты в рубрике «Есть идея». Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова